Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня есть коллега на работе, с которым изначально не заладились рабочие отношения из-за его грубости и хамства. Спустя почти год, он неожиданно поменял ко мне свое отношение и стал здороваться, ласково поймать, называть, интересоваться моими здоровыми и просто заводить короткие незначительные диалоги. Смотрите. Что вы здесь делаете? Первое. Вы играете в игру с из-за тебя. У вас не заладились рабочие отношения из-за грубости и хамства. Спешите вы. Но не заладились-то ваши отношения, в том числе, и вследствие вашей активности. То есть, да, человек может грубить и хамить. Это правда. Но именно ваше желание или нежелание находить компромисс. Реагировать на это с юмором. Несерьезно. Привело к тому, к чему привело. А именно к тому, к тому, что отношения не заладились. То есть, на мой взгляд, нужно здесь, как мне кажется, видеть в первую очередь свою ответственность. В том, что произошло. А не спешить, не торопиться, обвинять человека. Так сделать проще всего. Дальше. Изменение отношения к вам. Особенно вот. Такое. Беспричинно. Светлевствует в первую очередь об одном. О том, что человеку такое изменение отношения по какой-то причине стало выгодным. То есть, для него это стало выгодным. Выгоду его вы не знаете, да это особо и не нужно. На мой взгляд. Не так важно, какая какая это выгода. Гораздо важнее, что это выгода у него появилась. И все. Но вы, вы сами. Как это восприняли, что человек вам, по сути, изменил отношения? Отношения. Вот очень важно, чтобы вы увидели, как вы сами на это отреагировали. Дальше, если глаза стал ласково называть, что изменилось, вообще не пойму. Гораздо себя так же, как и веду. А зачем понимать? Ну, то есть, вот буквально. Зачем понимать? Что изменилось, я имею ввиду, зачем понимать? Вам. Ну, изменилось я и изменилось. Для вас это какое значение имеет? Вот, что, на мой взгляд, важно, в первую очередь, заметить и увидеть. Что вы, на это, как-то отреагировали. И, очень важно, увидеть то, как вы на это отреагировали. Какими чувствами, если угодно, вы на это отреагировали. И так далее. Что-то, очень важный момент. Сейчас вы, как мне кажется, просто-всё-просто выступаете, ну, вы знаете, таким, я бы сказал, реагирующим субъектом. Здесь. То есть, вы выступаете просто человеком, который который как-то реагирует на то, что происходит. Реагируете вы тревогой. Реагируете вы непониманием. Реагируете вы непониманием. Реагируете вы желанием понятным. Реагируете вы Собственно, а что происходит? Но, подумайте, пожалуйста, зачем вам это? то, почему это происходит? Реагируете вы субъектом? Реагируете вы субъектом? Реагируете вы А что изменилось у вас? Что вы стали, как вы говорите, подходить к нему чаще с просьбами? Что изменилось конкретно конкретно у вас? Ведь наверняка же что-то ну, что-то изменилось. И хотелось бы понять что изменилось уже теперь с вашей стороны. Если эти изменения произошли с вашей стороны то хотелось бы увидеть какие это изменения. Хотелось бы увидеть за счет чего эти изменения стали возможны. Что вы сделали? Ну, может быть. что вы сделали для того, чтобы эти изменения произошли. А сейчас пока что на мой взгляд в этом вы себе отчета как будто бы не отдаете. не я не 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 за коленком нещают и прочий бред выдумывают. Мне это неприятно, ведь он же ко мне так относится и при этом, как и все, даже за стол со мной сесть не может. Ведет в себя, как будто это изгой какой-то получается или стромно ему. Тут у вас возникает какой-то переход, на мой взгляд, не совсем понятно. То есть вот вы описываете ситуацию, где человек ведет себя по отношению к вам, хорошо, как вы говорите. Вы описываете ситуацию, что он с вами разговаривает, называет вас ласково, вы тоже какие-то шаги по отношению к нему предпринимаете, то есть вы описываете ситуацию, где коммуникация более-менее налаживается. и дальше вы пишете, что он не хочет садиться с вами за стол и вам это неприятно. Ведь с вами никто, никто не садится за стол. И из того, что человек не хочет с вами садиться за стол, вы делаете вывод, что вы изгой какой-то. Ну, помимо того, что у вас есть явная проблематика взаимодействия с коллегами, потому что никто не хочет садиться с вами за один стол, наверное, не просто так. Так вот, помимо этого, ну, совершенно очевидно, что вы проецируете на человека свои собственные мысли о себе. То есть вы говорите, что я для него какой-то изгой, и это то, что вы думаете сами о себе, это то, как вы чувствуете сами себя. Вряд ли конкретно к этому человеку это имеет отношение. В том смысле, что он может не садиться с вами за стол, совсем не потому, что видит вас изгоем. Изгоем видите себя вы сами, и это большая проблема. А на него уже проецируете обиду. Дальше вы пишите, утром я с ним не поздоровалась. Почему? Почему вы этого не сделали? Ну и дальше идет просто конфликт. То есть вы его, он вас обозвал, вы его обозвали. То есть это, ну, вот как бы, в целом это выдает ваше неумение обращаться со своими чувствами и выражать свои чувства. Вы интересуетесь человеком, вы спрашиваете, значит, все дружелюбие было наигранным, для чего? Попытается, чтобы понятно. Это выдает ваш низкий уровень интереса к своей жизни. И таким образом вы компенсируете его, я бы сказал, по крайней мере, интересом к другим людям. Из подобного деструктивного паттерна поведения желательно выходить, потому что вы себя обманываете тут. вот, я уже молчу о том, что таким образом вы становитесь более, более зависимой от других людей и от их, ну, моделей поведения, от их настроения, вот, от их переменчивости какой-то. С истинными словами, ничего хорошего. Для вас это не все, к сожалению. Поэтому я бы предложил вам поработать именно со своими эмоциями, со своими конфликтами, может быть, со своей неудовлетворенностью, может быть, со своими тревогами, со своими страхами, если они у вас есть, конечно же, вот, и уже, основываясь на этом, решать, что делать дальше, решать, что делать дальше, решать, что делать дальше, решать, как вам делать дальше. Ну и так далее. На мой взгляд, сейчас, 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 вы слишком много уделяете внимания человеку. И, конечно же, ничего хорошего из этого не выйдет. и так далее. Просто потому что люди это чувствуют, потому что люди замечали, что ООО, этому уделяется много внимания, ООО, она, чересчур много внимания уделяет там, мне, например. Ну и так далее. Понимаете? Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии психотерапии и позволит вам увидеть то, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Ну, то есть, например, например, что бы вы хотели подкорректировать допустим в себе и хотели бы вы в принципе что-то такое сделать. если да, то мы будем рады вам в этом помочь. Выбирайте себе психолога для этого и начинайте работать. Я думаю, что помощь вам необходима, помощь вам желательна, потому что у вас есть трудности. и ну вот сейчас в этом я бы подкорректировал бы несколько вещей. вот как я уже сказал, я бы рассмотрел бы в целом ваши отношения с коллегами и рассмотрел бы то, почему они ну вот почему не складываются отношения с ними вот я уверен я уверен в том, что у этого есть свои причины я уверен в том, что у этого есть свои какие-то основания в том числе у этого есть и ваша ответственность и если других людей на самом деле изменить вы не можете да это и не надо как мне кажется вот то в принципе вы можете изменить себя вот вы можете изменить свое отношение к этому а вы можете изменить свое поведение вы можете изменить свое поведение так чтобы оно максимально удовлетворяло вашим интересам оповедь как вы я надеюсь понимаете ничего такого сейчас не происходит вы просто страдаете вы просто переживаете и все то я не думаю что я не думаю что это то чего чего вы сами бы для себя хотели вот поэтому чем быстрее чем быстрее вы признаете то что вам что-то не нравится чем быстрее вы возьмете за это ответственность на себя тем лучше будет для вас и для окружающих на этом все я надеюсь что мой ответ был вам интересен надеюсь что мой ответ был вам полезен я желаю вам всего самого доброго и удачи и буду благодарен собственно за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу и сформулировать для себя базовые постулаты базовые постулаты для психотерапии которые если вы захотите смогут стать основой для вашей работы над собой вот конечно конечно же конечно же можно продолжать пытаться понять людей можно это делать но к чему к чему вы придете в таком случае вы вот вот что на мой взгляд было бы весьма интересно увидеть то есть куда вас это приведет всего вам самого доброго обращать обращать обращать